Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый голос важен. Каждый человек имеет право выбирать, где бы он ни находился. Поэтому теперь проголосовать можно там, где удобно. Живете не по месту регистрации или планируете поездку в день голосования? Сессия, отпуск или командировка? Мобильные избиратели могут проголосовать в любом избирательном участке своего региона. Нужно только заранее написать заявление о включении в список избирателей на удобном для вас участке. Как это сделать? Выбирайте. Если вы уже вдали от дома, не по адресу регистрации, то пишите заявление в ближайшей к вам избирательной комиссии. Вас внесут в список избирателей по месту нахождения. Если сейчас вы дома, но собираетесь уехать, вас ждут в привычной избирательной комиссии по месту вашей регистрации. Напишите заявление и укажите избирательный участок, где будет удобно проголосовать в день выборов. Выбрать участок вам помогут специалисты информационно-справочного центра по телефону. Только помните, что участок нужно выбирать в пределах своей области, края или республики. Кроме того, адреса и контакты избирательных участков можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Еще проще подать заявление через интернет, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Выбирайте любой участок в своем регионе и голосуйте там. Изменились планы, и вы уезжаете из дома накануне выборов? Не беда, заполните специальные заявления в своей привычной участковой комиссии и голосуйте там, где выбрали сами. Каждый голос важен и должен быть учтен, поэтому выборы проходят под общественным контролем, в присутствии журналистов и при помощи современной техники. Голосуйте, где удобно. Рабочие торгово-строительного комплекса «Араксстройгрупп» приступили к ремонту тротуаров в Нижней Салде. Именно эта компания выиграла конкурс на сумму свыше 1,3 млн рублей для проведения ремонтных работ. Согласно контракту, тротуары будут ремонтированы от магазина «Колосок» до центра образования номер 7, между домами номер 7 и 11 по улице Ломоносова. А также по строителям 6, у школы номер 5, уральская 15, строителей 60, Ломоносова 2, 19, 23, 25, 40, 56 и у дома номер 1 в первом микрорайоне. Добавим, что план работ формировался при активном участии депутатского корпуса, а также общественного совета города и при предписании ГИБДД. Капитальные ремонты в многоквартирных домах в Нижней Салде завершены. В ближайшие дни подрядчик должен передать объекты управляющим компаниям. Как коммунальные работы пережили салдинцы, расскажем далее. В конце июня они привезли нам шифер сюда и кирпичи привезли. И все, сделали дыры над нашим, в июле 23-й квартире и у нас 24-й, они положили когда к нам, у нас даже люстры-то, и все щелкнули плитки. Ну и потом это, как сказать, мы стали говорить, ругаться стали с ними, все, дождики пошли, нас стало топить и топить и топить, на площадке вода, везде кругом вода. Такими последствиями для жительницы дома номер 143 по улице Лончарского Татьяны Коробщиковой обернулся капитальный ремонт кровли, который проходит в ее доме в рамках региональной программы. О затоплении квартир во время дождя мы уже рассказывали, а также говорили о том, что подрядчик взял на себя обязательство возместить ущерб пострадавшим, сделав в их квартире ремонт. Диалог мы нашли сразу же со всеми жителями, и там не наша вина, что мы сразу не начали ремонт, поскольку комнаты не были освобождены от мебели и там всяких разных вещей, и в качестве бонуса мы даже и ремонтируем еще соседнюю комнату, как бы мы ей пообещали. На сегодняшний день сняли плитку с потолка, но поверхность сырая, вот высохнет и доделаем, мы не отказываемся от этого. В свою очередь, жители дома номер 129 по улице Фрунзе оказались недовольны цветовой гаммой фасада. В отделе архитектуры заявили, что цвет выбирали исходя из качества краски. В подрядной организации, производящей работы, заявили, что готовы перекрасить дом за счет собственников. Мы пойдем на то, чтобы перекрасить, если нам за это заплатят дополнительно деньги, потому что себе в убыток тоже мы не будем же работать. И это, так скажем, немаленькие затраты, только чего стоит эти все леса настроить, да, и это же все оплачивается. А мы все согласно проектно-сметной документации выполнили. То есть специальный рал существует, который заложен в смете. Мы, согласно рала, вот и сделали цвет. Всего же за время проведения капитального ремонта в Нижней Салде на горячую линию подрядчика поступило три сообщения. В основном, говорят, в стройкомплексе возникшие вопросы решались в текущем порядке. Работы все завершены по капремонту, как и планировалось раньше срока. Система отопления тоже вся отремонтирована полностью, то, что было у нас заложено в контракте. Будет передача домов в четверг, вот в этот, ну, как изначально передавали из управляющей компании в капремонт, теперь из капремонта в управляющую компанию. То есть работы все завершены 100% по всем домам. И, несмотря на то, что вот такая была плохая погода, плохое лето, нам очень трудно, в общем-то, было. Но мы справились, я рада. Между тем, уже в ближайшие недели в Сырловской области начнутся конкурсные процедуры по капитальным ремонтам 2018 года. Сразу после отбора подрядчики смогут приступить к выполнению строительно-монтажных мероприятий. В нынешнем году капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в 85 муниципалитетах Сырловской области. В общей сложности в рамках программных мероприятий планируется выполнить более 12 тысяч в более чем 2 тысячах многоквартирных домов, включая 596 домов, где отдельные работы были перенесены с предыдущего периода. На сегодняшний день, по данным регионального оператора, на объектах полностью было завершено около 7 тысяч работ на сумму свыше 4,5 миллиардов рублей. Городской вестник проводит традиционную благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Уже не первый год мы совместно с неравнодушными жителями города собираем девчонок и мальчишек из социального революционного центра для несовершеннолетних к началу учебного года. Сегодня там проживают 25 мальчишек и девчонок, которые лишены родительского тепла и внимания. Мы уверены, с вашей помощью нам удастся организовать этот праздник. Каждый, кто хочет помочь, кто неравнодушен к судьбе детей, может внести свой посильный вклад. Это могут быть тетради, книги, канцелярские принадлежности, школьная одежда, обувь для детей от 3 до 17 лет. Ваши подарки и пожертвования приносите в редакцию городского вестника по адресу улица Ломоносова, 25, с 9.30 до 17.00, в понедельник, пятница. Телефон для справок 3-25-23. Загородный лагерь Тавату – это не просто детский отдых и оздоровление для более чем двух тысяч юных свердловчан. В 21 день каждая из четырех тематических смен заполнена практически нон-стоп. Недавно из этого загородного лагеря вернулись и юные салдинцы. Загородный центр Тавату – это не просто детский отдых и оздоровление для более чем двух тысяч юных свердловчан. 21 день каждый из четырех тематических смен заполнены практически нон-стоп. Утром мы ходили на образовательную программу до обеда, потом у нас был сунчас и после сунчаса мы ходили в клубы по интересам. То есть там было 12 различных клубов, 13 даже. После ужина у нас были различные мероприятия. В свободное время, то есть после сунчаса до клубов мы играли в различные спортивные игры, то есть в генербол, баскетбол, футбол и так далее. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшее профессиональное сопровождение детей в различных направлениях – естественные науки, техник, экологии, искусство, медиа и многие другие. Преподаватели центра в течение смены обучают детей проектной деятельности, по итогам которой ребята должны представить свою работу под ключ – от идеи до презентации. Я занимался в рамках проектной смены. Я со своей командой создавал одновременную систему выброса на орбиту малых космических аппаратов класса КубСАТ. Мне очень понравилась эта смена. Там хорошие были наставники, проекты такие обычные хорошие были. И я делал проект «Лунную базу». Я, к примеру, делал автобус, который автономный и ездит без водителя, вообще даже не радиоуправляемый. Кто-то делал погрузчик, который самоориентируется, тоже автономный. Кто-то делал космические спутники. Салдинцы в числе других команд, собранных из одаренных детей Урала и Сибири, на защите своих проектов заняли два первых места. Ребята не только отдохнули, познакомились с новыми друзьями. Их каникулы получились умными. Ведь образовательные программы, которые реализуются в центре Тавату, разработаны в рамках проекта «Уральская инженерная школа». Совместно с тематическими партнерами, специалистами высшей школы, производства и бизнеса. Ребята вернулись домой, полные впечатлений и новых идей, твердо решив продолжить осваивать язык профессии инженера. Ты здесь устаешь много нового, познаешь мир и вообще просто сам развиваешься. По словам главы региона Евгения Куйбышева, реализация программы «Уральская инженерная школа» создает непрерывный образовательный процесс, который поможет сформировать специалиста, начиная с раннего школьного и даже детсадовского возраста, мотивировать интерес к техническим и естественно научным дисциплинам в школе, помогать абитуриентам делать осознанный выбор при поступлении в ВУЗ. Тем более, что дети занимаются в рамках инженерной школы с удовольствием и энтузиазмом. Я хочу сказать спасибо, кто организовал лагерь и дал мне путевку. В следующий раз я хочу поехать в Таватуй. Мне еще очень понравилась эта смена и хочу сказать большое спасибо организователям, педагогам УРФУ и правительству. На протяжении всех четырех смен выбирались лучшие проекты. Осенью маленьким Вудуркиндом вновь прицель встретиться в центре Таватуй, чтобы усовершенствовать свои технические идеи. Авторы лучших разработок получат путевки в сочинский Сириус и бонусы при поступлении в УРФУ. А на этой неделе участником нашей постоянной рубрики «Городские репортеры» стал Сергей Соловей. Он сообщил нам о том, что вода в городском пруде приобрела необычный зеленый цвет. Вероятнее всего, это обычное цветение воды. За эту новость Сергей получает 100 рублей на свой мобильный телефон. А мы напоминаем, что стать городским репортером можете даже и вы. Теперь мы платим за новости. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, пожара, необычного или курьезного случая, а может просто захотелось рассказать о наболевшем, сообщайте. Теперь вы можете это сделать не только на сайте городского Вестника, но и на наших страницах в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. За каждую новость, ставшую темой публикации, Вестник переведет 100 рублей на ваш телефон. Прошедшую пятницу, 11 августа, юные футболисты из пяти городов Свердловской области собрались в Нижней Салде на стадионе Металлург для участия в турнире, посвященной памяти нашего коллеги, спортивного журналиста и комментатора Николая Жукова. Все подробности далее. Николай Жуков, имя этого замечательного спортсмена и человека, широко известно в спортивных кругах не только нашего города, но и Нижнего Тагила. Николай Александрович в свое время был хорошим футболистом, занимался тренерской работой с детскими командами. Вот и в день посвященного ему турнира, казалось, Николай Жуков незримо находился где-то рядом, наблюдая за всем происходящим с фотографией в рамке. Человек, который, наверное, единственные долгие годы освещал события спортивные в городском Вестнике. И когда не было еще интернета, люди узнавали все новости спортивные и как проходил матч хоккейный, футбольный, волейбольный, только с помощью его комментариев. Открыл турнир встреча юных футболистов из дежитогильского спутника с ребятами из поселка Горноуральский. Ну, у нас команда, скажем, восьмого года, тут команды все приезжают седьмого. Ну, посмотрим, мяч круглый, поле квадратное, как говорится. Посмотрим, как получится. Ну, будем надеяться на положительный результат. Уже на первых минутах тагличане открыли счет и, казалось, легко одолеют менее опытных соперников. Но и до самой последней минуты игра шла с переменным успехом, оставляя шансы на победу обеим командам. Однако счет так и остался неизменным. 1-0 в пользу спутника. С большим нетерпением зрители ждали выхода на поле салдинцев, которым предстояло помериться силами с высокогорцем из Нижнего Тагила. К восторгу болельщиков салдинский металлург перед первым перерывом выиграл 2-0. Однако во второй половине матча гости переломили ход встречи и сравняли счет. И лишь проявив мужской характер, салдинцам удалось забить победный гол и в самой концовке игры. Ну, с углового подкрутил ворота. Сразу, напрямую. Да, вратарь там. Там уже мяч в воротах, но вратарь уже не смог там. Там тяжело было отбить игрок. Между тем, после поражения в игре со спутником, горноуральцы смогли собраться и одержать в оставшихся матчах три победы подряд, что позволило им набрать 9 очков и занять первое место. Салдинский же металлург для него последующие игры сложились менее удачно. Два поражения в матче с локомотивом из Кушвы и детской юношеской спортивной школой из Горноуральска при одной ничьей со спутником. В итоге кубок за третье место и бронзовые награды. Особо стоит отметить игру салдинца Антона Распопова, признанного лучшим нападающим. Кубок за второе место и серебряные медали достались юным футболистам из спутника. Спортсмены из Горноуральска заняли первое место. Организаторы турнира заверили, что он станет традиционным, а это значит, что следующим летом Нижняя Салда вновь примет футболистов из других городов, география которых станет еще шире. Известно, что уже сегодня рассматривается возможность приглашения спортсменов из Екатеринбурга. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр Нижнего Тагила сообщает о возможности в значительном объеме провести уникальные операции по замене коленных суставов и бесплатно помочь жителям Нижней и Верхней Салды избавиться от недуга. По всем вопросам необходимо обратиться в регистратуру по телефону 444-555. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр находится по адресу город Нижний Тагил, Уральский проспект 55. Что нам важно знать при покупке материалов для ремонта? Вся продукция в одном месте, большой ассортимент и доступные цены. Для жителей Верхней и Нижней Салды открыла свои двери оптовая база строительных материалов и металлопроката, что на Советской 58 в Верхней Салде. Отличительной чертой нашей компании «Металлострой» является ее работа без посредников, что позволяет устанавливать самые выгодные цены на весь спектр материалов. Весь товар, который мы вам предлагаем, находится у нас в наличии. Вы всегда можете прийти к нам, оплатить и оформить ту же службу с доставки. Нужен профмастил на кровлю или забор? У нас все цвета в наличии. А также полный спектр металлопроката. Профильная труба, уголок, круглая труба, трубы в канаву. Наш ассортимент дополняет забор от 2 до 10 метров. Арматура, швеллер, балка, листовое железо, сетка, кладочная, шлакоблок. В последнее время актуальным и модным при строительстве стало использование поликарбоната. У нас большой выбор цветовой гаммы и толщины от 4 до 8 миллиметров. Также помимо профмастила в продаже появился поликарбонат различной цветовой гаммы, разной плотности и толщины. Хотелось бы отметить, что на поликарбонат мы делаем сейчас очень большой упор, придумываем разнообразные скидки и осуществляем бесплатную доставку по нижней солде. А также широкий ассортимент сыпучих материалов, щебень разной фракции, отсевки, рамзит и многое другое. Ну а если вы хотите крепкую крышу, покупайте профнастил. К вашему сведению, дорогие покупатели, у нас открылся интернет-магазин, в котором вы можете приобрести необходимый товар или услугу одним кликом, не выходя из дома. Наш сайт металлострой96.рф Приходите, приезжайте, удивляйтесь, покупайте. Мы рядом, наши цены ниже, а наша гарантия придаст вам уверенности. Очень ждем вас по нашему адресу, город Верхняя Солда, Советская, 58. И также ждем вас на нашем сайте металлострой96.рф, где в любой момент вы можете узнать о текущих акциях и распродажах. Компания «Металлострой», город Верхняя Солда, улица Советская, 58, напротив бывшего хозяйственного магазина. А вот в предстоящие выходные, 19 августа, в Нижнем Солдин на спорткомплексе «Выпил», состоится в праздновании Дня физкультурникам, в программе спортивных конкурсов, награждения спортсменов и фестиваль красок. Начало в 15 часов. А на этом я с вами прощаюсь, до следующей пятницы. Читайте газету «Городской вестник», заходите на наш сайт город.нс.ру и будьте в курсе главных событий Нижней Солды. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!